Дети из детских домов погрузились в настоящий мир прошлого. В этнографическом музее Казанского университета для них была организована выставка. Сотрудники музея приложили все усилия, чтобы путешествие в мир истории для ребят было интересным и увлекательным. Одно дело это слушать на уроках, что им рассказывают про географию, народоведение. А здесь это совершенно другое, потому что они здесь все это видят, представляют. И это вкладывается в голове уже целостная картинка, которая, я думаю, в будущем поможет. Я надеюсь, что мы охватим большое число детских домов и еще, возможно, каких-то организаций. И надеемся, что будем еще долго работать с детьми. Организатором выступил этнографический музей КФУ и социально-творческий проект «Я добротворец», который начал свою работу еще с 2015 года. Руководителем этого проекта является магистрант Казанского федерального Гульфия Мутугулина. А вот такого формата еще не было и очень хотелось попробовать. И вот сегодня такой пилотный вариант у нас, когда мы приглашаем сюда детей, смотрим, как они воспринимают информацию, надеются, что им это обязательно понравится, и мы будем работать. Цель – это, конечно же, узнать историю. Это на графическом музее не просто так. Здесь очень много крутых экспонатов. Во время экскурсии ребята узнали много нового. Для чего делали татуировки народа Маори, какой главный праздник у татары-башкир. Дети рассмотрели национальную одежду разных народов, а также узнали, чем они добывали себе еду и как зарабатывали. Острелы все имеют круглую форму, тупую. Это для того, чтобы животное только оглушать. Они его не убивали сразу. Они его только оглушали, а потом снимали с него шкурку. Шкурка была целая и продавалась. Пушнина очень высоко отземнилась. Ребята вместе с сотрудниками музея повторили карту мира, рассмотрели самый жаркий материк и самую большую по занимаемой площади страну. А в конце экскурсии сотрудники музея пройдут викторину и узнают, кто из детей был внимательнее и запомнил больше всего из рассказанного. Организаторы хотят сделать это традицией – приглашать раз в месяц детей из приемных семей, детей-сирот в музей Казанского университета. Анна Глазунова, Роман Самарин, Универ Ньюз.